Камил Адуардович, салам алейкум. Вернулся в Сочи в Fight Nights. Стабильно. Да. Хотел бы со главного события вечера начать. Очень меня удивило то, что Залимхан Юсуков вернулся в Fight Nights, потому что сейчас у него чуть другое амплуа все-таки. И сегодня мне сказали, что возможно он там проход ноги сделает. Я так сказал, а Камил что скажет? Если бы он сегодня вот в Бабули прошел бы в ноги, вот в стиле попомашной своей вот начал бы что-то делать. Ну вот показательно же, да, что например он сейчас в рамках этого взвешивания, он накидывает, он как бы хайпует, но все равно он это делает не так, как делал бы например в попом моей промоушке. Объясню почему. Потому что он хочет соответствовать. От него здесь этого не ждут. От него ждут, что он будет интересным и в то же время крутым бойцом. Вот по поводу шансов. Безусловно он угрозу представляет, но вот в связи с вот как вы сказали, что он распыляется в последнее время не на то, насколько вот молодому Бабули, который сейчас вот как танк прет, насколько он сможет составить конкуренцию, насколько этот бой там для Бабули тяжело может стать? Ну он не будет легким для Бабули, потому что с Заликом нельзя расслабляться. Он сильный грэпплер. Я так скажу. Мои ощущения. Если Бабули функционально готов хорошо, то он этот бой скорее всего выиграет. Почему? Потому что хорошая функционалка позволит ему контролировать ход боя себя, попытки Залика пресекать. Если он устанет, ну тогда у Залика хорошие шансы. Мы сегодня на сцене поразмышляли над тем, что может быть, если он победит, а вот если Залик проиграет завтра. Вы какое-то будущее все равно Файт Найдс видите у него? Ну почему нет? Он Файт Найдс начинал, как он сам сказал. Файт Найдс может и дальше развиваться. От него тоже зависит. Сейчас же видишь, сейчас такой чуть другой тренд. Сейчас как бы мои промоушни трансформируются, и поэтому Залик, я думаю, трансформируется вместе с ними. Наверное. Главный бой вечера. Вы согласны с тем, что вот травма Ахмеда, она на вас тоже может как-то давить психологически то, что возможно что-то не так пойдет, учитывая, что последние его поединки? Я как человек, который ни одну операцию на коленях пережил, могу сказать, что с каждой травмой ты становишься все хуже и хуже. Что бы ты себе ни говорил, все равно функционал организма становится ниже. И обычно проявляется это в критические моменты. Поэтому Сарнавский фаворит, на самом деле. Именно поэтому его букмекеры сделали именно поэтому фаворитами. Поэтому меня это особо не удивило на самом-то деле. Потому что они смотрят. Травма, долгое возвращение. Но Ахмед умеет удивлять. Значит ли это, что у Ахмеда в связи с этим намного меньше шансов? Если, например, мы сравниваем пикового Ахмеда, например, с тем, что есть сейчас. Ну вот если вот поставить его возможности. Пиковый Ахмед это день, когда он с вертушки нокаутировал Магомед Сагида Алибекова. И когда он уничтожил Барандау в Махачкале. Это примерно одно время. Это был пиковый Ахмед. Что сейчас, как я уже сказал, травмы, возраст. Он как будто по-прежнему быстрый, он легкий. У него нет лишнего веса. Но он перестал драться по любителям, например, как раньше. Когда вот эти нюансики за счет большого количества постоянно боев по рукопашке. Там, здесь это помогает. Сейчас этого уже нет. Слушай, ну и Александр Сарнавский тоже нехорошеет. И я не хочу сказать, что он там в плохой форме. Ни в коем случае. По бою с Улумовым Саня в порядке. Но, скажем так, Ахмеду есть что Саше предложить. А вот что Саня предложит, кстати, для меня вопрос. У меня вообще такое ощущение, что если бы я был бы Александром Сарнавским в бою с Ахмедом, я бы просто ждал, пока Ахмед отдаст всего себя. А потом бы перехватил инициативу и выиграл бой. Мне кажется, такой план может быть. 1 ноября в полусреднем весе Наримана Абаса с Марифом Пирайом поделется. Я с братом Наримана разговаривал, он такую идею закинул. Сравнил, точнее, это противостояние с возможным трилогией по типу Исмаилов-Минеев. Насколько, вне зависимости от этого боя, вам интересно будет провести третий поединок? Я его и собираюсь провести. Но здесь есть нюанс. Давайте так, если Мариф, он же тоже, у него вообще операция была 4 месяца назад или 5. Если Мариф достаточно восстановился, я сейчас, наверное, громкие вещи скажу. Но если, то в 77 кг у Наримана нет шансов практически 0 в бою с Марифом. Потому что Мариф просто более крупный, более физически сильный сам по себе. У него отличная борьба. А функционалка из-за того, что не нужно много гонять, она будет на уровне. А ведь, если помните, прошлый бой Наримана выиграл за счет того, что он сумел Марифа загнать. Довольно быстро. Да, довольно быстро загнать. Сейчас этот фактор не сработает. Поэтому я думаю, что если Мариф готовится реально, то он этот бой выиграет. И тогда самое время сделать третий. В 75. Вчера Сослана Азбарова одержал победу в своем дебютном поединке в боксе в ММП. Вообще видите будущее Сослана в этом виде спорта? Я за Сослана болею. Но за такими боями не слежу. Честно скажу. Ну, просто потому что, когда наш российский звездный боец дерется с каким-то иностранцем, которого я не знаю, мне похер. Честно скажу. И я уверен, что все то же самое скажут и все остальные болельщики. Вот и все. То есть за него я рад. Очень рад. Я всегда за его победы не скрою. Мы близкие люди. Ну а так что. По этому бою особо выводы делать не будем. Он не так давно же дрался. Это кажется, что Сослана давно не было в ринге. Он уже дрался. Ну год, но это не так много. Поэтому он всего то классом. Он может три боя таким в день выигрывать. И до боя общались с ними. И после. Я рад, что он вернулся. Я рад, что он вернулся. И что теперь появляется тема. И до боя общались с ними. И после. И папина упоминали. Но он поединок по кикбоксингу так и не упомянул. Я вспомнил ваши слова. То, что оба дали согласие. Что там по... Сказали, что они в целом готовы. У каждого есть свое но. Сослан говорит, что... А что если мы подеремся в ММА перчатках? По боксу? Нет. По кикбоксу под моем перчатках. Кентасаб, как он сказал. А Леха сказал, что у него сейчас в моменте есть планы, связанные с боксом. Но почему бы и нет? И я потом с Виталиком Тарасовым разговаривал. И я считаю, что разговор у нас сложился позитивно. То есть мы работаем над этим. Просто там от папинских этих планов зависит. То есть понимаешь, вот Леха тоже на боксе развивается. Понимаешь? Мне этот мир не ведом. Он там где-то в рейтингах. И понятно, что он за пояс хочет подраться. То есть его можно понять, вот как боксера, практикующего. У него цели такие. Но я за этим не слежу. А вот Асбара Папин реванш, по каким бы то ни было правилам, мне было бы в кайф. Еще по актуальным событиям. Про лишение хардкор лицензии. Да, новость, безусловно, сколыхнувшая общественность. Потому что если смотреть на социальные сети Анатолия Сурьянова, то как будто бы у него с Федерацией бокса в последнее время все было хорошо. Там же был сигнальчик полгода назад. В апреле? Да. Ну, полгода назад. Потом как бы ситуацию вроде бы нивелировали, решили. Но, бац, и она снова получила развитие. Теперь уже, можно сказать, фатально. Если хотите, могу поделиться своими ощущениями по этому поводу. В целом, чувствами. Я, во-первых, считаю, что это плохо. Конечно, у хардкора есть там свои, может быть, недоброжелатели, конкуренты. Но, на мой взгляд, лучше с хардкором, чем без хардкора. И боксером, и кикбоксером, и ММА, и голым кулаком. Я перечислил четыре вида спорта. Я просто про кикбоксинг слышал, что вот туда собирается хардкор. Почему лучше? Потому что это турниры, это зрительский интерес, это просмотры, это вовлечение людей. Это работа для бойцов, в конце концов. Их гонорар, возможность кормить себя, свои семьи. Здесь оговорку надо делать. Я же не знаю того, что знает Федерация боксер. Когда она принимала решение о лишении, они чем-то руководствовались. Поэтому я не могу давать оценку, за что лишили, а правильно ли лишили или нет. Я просто в целом говорю о том, что с хардкором лучше, чем без хардкора. И все это довольно быстро могут заметить. Безвыходных ситуаций не бывает. Я думаю, что какие-то решения Анатолий Сулянов найдет. Ну, в конце концов, у нас в реестре официальных и неофициальных видов спорта единоборств, мне кажется, 30 разных дисциплин. И какая-то из них рада будет принять Анатолия Сулянова к себе, мне кажется, в свою Федерацию. И дальше, может быть, бои будут проходить просто по каким-то новым правилам другой Федерации. Я предполагаю. Давайте последим за развитием событий. Ну, в целом, меня это, скажем так, не обнадеживает. А нет у вас ощущения, что Федерация бокса все-таки может на другие Федерации тоже надавить? Так как, ну, нельзя не говорить об авторитете там у Марназаровича Кремова, да. Слушай, ну... То есть, если он захотел поставить точку в этом вопросе, как будто бы может пойти до конца. Ну, есть, я думаю, независимые Федерации абсолютно. Есть регионы, которые вообще по своей, знаешь, которые единоборство развивают вообще по своей траектории. Вот у нас здесь вот так и все, знаешь. Ну, очень показательным будет турнир в Новосибирске. Лендор Шкалмыков, если он пройдет, это же вроде голые кулаки, да. Ну, значит, что он пройдет, и это будет показательно. Посмотрим. В идеале, если за стол сядут Анатолий Сюльянов и Марк Кремлев, их представители, может быть, юристы, и достигнут консенсус. То есть, как я высоко ли оценивал шанс на то, что случится, нет. Потому что, как бы, это уже не первый, как будто, случай. Ну, Сюльянов сказал, что хардкор ждет пересборка, новая концепция и так далее. А что из этого можно сделать новое и что-то собирало просмотр? Ну, ничего лучше, чем было, не сделаешь когда-то некоторое время назад. Будем называть вещи своими именами. Сейчас уже, например, хардкор с точки зрения медийки меняется и как будто бы не в лучшую сторону. То есть, продуктов становится больше, но они перестают как будто бы быть суперэксклюзивными. И мы же вообще работаем на том, чтобы мы друг на друга похожи. И некоторое время назад это ощущалось. Свой стиль у топ-дога, свой стиль у ICA, свой стиль у хардкора, свой стиль у Fight Night, свой стиль у нашего дела. А сейчас, мне кажется, что мы все похожи. И это не очень хорошо. Потому что, ну, как будто бы у каждого был свой зритель, какая-то конкуренция жанров была. А сейчас этого нет, ну, смотрим, смотрим. Но при этом какие-то отдельно взятые ивенты у каждой из организаций точно не получаются. По формулировке Федерации бокса было сказано, что лицензию отобрали там, условно, не предоставили документы. То есть нет ощущения, что это просто повод, а на самом деле отобрали из-за кипиши, которые начинают общество объяснить. Нет, я даже не сомневаюсь, что... Нет, там же все вкупе. То есть я, например, белый и пушистый, все делаю правильно, но забыл документ предоставить. Мне скажут, ну, слушай, ну ты документы предоставь. И там даже иногда помогут мне его даже составить. Как же принято, да? А если, например, я иду где-то на какой-то в разрез тому шаблону, который есть, тому видению, которое есть у Федерации, то со мной церемониться никто не будет. Не предоставил документ, держи. Поэтому я думаю, что Федерацию бокса не устраивает то, как бокс или кулачные бои, даже департамент, выглядит сегодня с точки зрения какого-то антуража. Не боев самих, а антуража. Что вокруг? Когда люди друг другу там челюсти ломали на взвешиваниях и так далее. Да, может это было, но как будто бы иногда ролики даже в интернет попадают, как будто это сегодня. Знаешь, это все влияет. А вот нет ощущения, что за поп-ммей взялись. Почему? За хардкор отвечает условная Федерация бокса, а за хайп, которому всегда все равно на Федерацию, а там условный Ахмат Кадыров, который там высказался, запретил. Я знаю, даже на хайпе много боев встретились с участием чеченцев. Да, ну так и есть. И поправили, Альфреда поправили. Ну, слушай, люди, которые вкладывают столько денег в развитие единоборств, конкретно в Чечне, в чеченский промоушен, они имеют право, давайте так скажем. Они же не просто так взяли и сказали, нет. Они говорят, ребят, мы делаем, соответствуйте. Там уже дальше вопрос вкусов. Кому что нравится, кому-то вообще... У хайп реалити огромное количество зрителей. И они расстроены, и они возмущаются. Но вообще индустрия единоборства – это же такая площадка постоянно для каких-то компромиссов. Нужно быть, на самом деле, в теме и взаимодействовать уметь со всеми участниками рынка. Не всегда это на позитиве, но где-то и отношения выяснять приходится. Но при этом нужно стараться находить точки соприкосновения в общий язык. Вот сейчас как будто бы хайп реалити слишком далеко зашли в том, что они пропагандируют. И бойцовскому Ахмату это не понравилось. Но опять же, бойцовскому Ахмат же не лезет к другим бойцам. Они говорят, конкретно, вот это наша история, и вот ее не будет с хайпом. Ну, я думаю, Альфредо, что, он Шабхала потерял. А так, в целом, сейчас сказать, что там арби имеет. Ну, а вот это кого я знаю. А так, я не сказал, что прям какие-то выдающиеся чеченские бойцы в хайпе выступали. Может, молодежь как перспективно? Поэтому невелика. А самому Альфредо тоже вроде как-то, вот на конференцию он не появился. Которая вот недавно была на днях, и его там не было. Я же говорю, но он тоже там, по-моему, Альфредо какого-то компромисса добился.